Добрый вечер! В прямом эфире Вести Кабардино-Балкария в студии Марина Ярославская. В Казбеге и Киев. Вначале коротко о главных темах выпуска. Обратный отсчет. Три дня до старта Кавказских игр. Готовность к фестивалю площадок спортивных и культурных проинспектировал Премьер Республики. Создать федеральную книжную сеть и наладить межрегиональный обмен. О проблемах и достижениях сегодня говорили на совещании Ассоциации книгоиздателей России в Нальчике. Не хлебом единым. Финансист по специальности «Искусствовед в душе» Даниил Хаджиев о своей уникальной коллекции. И начнем с новостей федерального уровня. Нижняя палата парламента страны против безобразного поведения внутри храмов, мечети, синагог и антирелигиозных высказываний. Заявление, осуждающее оскорбление чувств верующих, принято сегодня на заседании Госдумы России. Подготовлено оно всеми четырьмя парламентскими фракциями. Это один из немногих вопросов, по которому у партии власти и ее оппонентов разногласий нет. Так уже прокомментировали свое заявление депутаты в многочисленных интервью российским СМИ. Неуважение к иному вероисповеданию в многоконфессиональной стране чревато непредсказуемыми последствиями. Это наносит вред нашему многонациональному государству, считают народные избранники и предлагают установить максимальный срок наказания до трех лет за оскорбление религиозных убеждений и чувств граждан, а также осквернение святынь. Существующая на данный момент ответственность за вандализм не покрывает всех случаев оскорбления чувств верующих, поэтому законодатели намерены ввести специальную статью в Уголовный кодекс. Не исключено, что поправки могут появиться уже на этой неделе. Наказание, считают депутаты, должно быть предусмотрено из-за оскорбления чувств верующих в интернете. К темам республиканским. Час назад премьер республики Иван Гертер проинспектировал процесс подготовки к предстоящим на этой неделе Кавказским играм. Напомним, стартуют соревнования уже через три дня в Нальчике. В борьбу за победу в национальных видах спорта вступят представители всех регионов Северного Кавказа. А пока на площади Абхазии полным ходом идет монтаж подворий, успеют ли к началу, мы расскажем чуть позже. Съемочная группа только что вернулась с площади, а пока к другим темам. Сегодня в Нальчике открылось совещание Ассоциации книгоиздателей России. Посвящено оно важнейшим вопросам развития национального книгоиздания, межэтническим культурным взаимосвязем, а также созданию единого культурного пространства посредством литературы. Участвуют в работе совещания директора ведущих региональных издательств и курирующие эту сферу представители исполнительной власти субъектов. О чем говорили, расскажет наш специальный корреспондент Сафар Гириев. Москва, Удмуртия, Свердловская область, Карелия. Десять региональных издательств представляют сегодня в Нальчике свои книги. Все они будут переданы в дар республике, но уже после выездного совещания Российской Ассоциации книгоиздателей. Проводят форум столицы Кавердино-Балкарии не случайно. Ряд выпущенных в КБР книг получил признание на авторитетных профессиональных конкурсах. И именно в Нальчике руководство Ассоциации решило обсудить проблему подготовки к печати книг на языках народов. За последние годы в России заметно выросло число книжных издательств и издающих организаций. Резко возрос ассортимент выпускаемой продукции. Но тут есть одна проблема и очень большая. Зачастую книжные магазины отказываются работать с мелкими издательствами. Из-за чего очень многие интересные вещи, издаваемые в регионах, не попадают к читателям центральных регионов страны. Необходима проработка гибкой схемы книгоиздания «Регион-центр». Сейчас Ассоциация готовит большую аналитическую справку о необходимости создания федеральной государственной сети для президента страны Владимира Путина. Те коммерческие магазины, которые существуют по стране, такой возможности не дают и не дадут. Потому что все они настроены все равно на получение прибыли. Книга же это тот товар, то произведение искусства, которое, к сожалению, прибыль не приносит. Поэтому я думаю, что только федеральная сеть, только отношение государства к этому, только помощь на местах позволит книге региональной попасть в центр. Вице-премьер КБР Казим Юанаев отметил, в Кабардино-Балкарии средства, выделяемые местными властями, на книгопечатание, развитие материально-технической базы издательств увеличивается из года в год. Но, увы, здесь не все решает деньги, считает зампредель республиканского правительства. Сегодня, вы все знаете, есть интернет, телевидение, где-то книга уже немного отстает. Наша задача, чтобы книга опять вернулась на свое такое место, чтобы она могла действовать на личность человека. Поэтому в нашем, относительно правительства, республики, то мы будем принимать все возможные меры, чтобы оказать помощь книгоиздателям. Уже на самом совещании Казим Юанаев приветствовал его участников от имени главы Кабардино-Балкарии и выразил надежду. Итоги форума реально помогут работе на местах. Правда, состоявшийся разговор трудно назвать оптимистичным. Более 46% населения России сегодня не читает вообще, а над большей частью оставшихся довлеют современные информационные технологии. К сожалению, констатируют книгоиздатели. Шла речь и о тревожной тенденции сокращения проектов, финансируемых за счет местных бюджетов. Поиск вариантов решения накопившихся проблем Ассоциация книгоиздателей России продолжит и завтра. 4 миллиарда рублей потратит республика на развитие водохозяйственного комплекса до 2020 года. Правительство Кабардино-Балкарии приняло соответствующую целевую программу. Направлена она на гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики, а также защиту от наводнений. В программный перечень включили строительство и реконструкцию 19 сооружений инженерной защиты и капитальный ремонт еще 12 гидротехнических сооружений. А в Прохладницком районе в рамках программы начнется строительство каскада водохранилищ. В перечень подлежащих капремонту берегоукрепительных сооружений включены работы на левом берегу Малки около селения Сармакова, ремонт берегоукрепительной дамбы на реке Черек, укрепление сооружений на реке Баксан в районе Черной речки. Документ разработан Министерством природных ресурсов и экологии КБР. Церемония награждения победителей первого межрегионального радиофестиваля «Голос Кавказа», посвященного памяти первого президента Чеченской республики, героя России Ахмад Хаджи Кадырова, сегодня прошла в Грозном. Более 50 радиостанций двух округов страны ЮФО и СКФО боролись за главный приз конкурса. Пока в журналистском форуме принимают участие только регионы Юга России, но в последующем географию участники фестиваля обещают расширить. В состав жюри конкурса был включен и наш коллега, заместитель начальника службы информации ВГТРК Кабардино-Балкария Заур Гедуев. Он сейчас выходит на прямую телефонную связь со студией. Заур, добрый вечер. Расскажите про победителей. Добрый вечер, коллеги. Это первый региональный радиофестиваль за последние 10 лет. Здесь были представлены порядка 80 работ. Это информационные блоки новостей и тематические передачи. В церемонии награждения утром предварил тунжный стол и обсуждали будущее радионациональных республик. Также принято решение обмениваться радиоматериалами. Ожидалось, что у нас закрытие фестиваля «Голос Кавказа» приедет слова Чечни Рамзан Кадыров, но в последний момент его отвлекли более важные дела. Сейчас на огромном мультимедийном экране крутятся ролики с представлениями участников радиофестиваля. Наш видеоролик о Кабадыне Балкарии, можно сказать, прошел на ура. По секрету скажу, что моя коллега Наталья Усупова взяла здесь специальный приз. Какой? Нашим телезрителям, думаю, расскажем позже. Пока презентация работа, да и, собственно говоря, «Голос Кавказа» еще продолжается. Коллеги. Спасибо, Заур. Напомню, это был Заур Гидуев из Грозного, где сегодня назвали имена победителей первого межрегионального радиофестиваля «Голос Кавказа». А мне сообщают, что материалы правительственной инспекции объектов, на которых в эти дни пройдут «Кавказские игры» готов к эфиру. Я передаю слово Елене Никушховой. Нальчик, площадь Абхазии. Уже ранним утром здесь закипела работа по возведению сложных деревянных конструкций. Семь регионов из КФО вне «Кавказских игр» представят на этом месте свои национально-этнографические подворья. Самым грандиозным должно стать наше, республиканское, считают в оргкомитете соревнований. Сегодня утром работу сборщиков и ход общей подготовки к фестивалю проинспектировал министр культуры КБР Руслан Фиров. Руководитель ведомства результатами остался доволен. Очень яркое солнце. Я думаю о том, как бы не пошел после него дождь. Поэтому будем надеяться на лучшее. А буквально час назад оценить готовность республики к приему гостей на площадь Абхазии прибыл председатель правительства республики Иван Гертер. На сегодняшний день, наверное, мы готовы к 90% по, если мы говорим по общим показателям, если брать отдельные спортивные мероприятия, да, но мы сегодняшние готовы к практически 100%. Если брать культурно-массовые мероприятия, мы тоже практически готовы к 100%. Глава Кабинета Министров напомнил, что честь провести Кавказские игры республике выпала благодаря прошлогодней командной победе в Карачаево-Черкесии. Тогда наши земляки принесли Кабардино-Балкарии не только звание лидера спортивных состязаний, но и крупный грант в 100 миллионов рублей. Именно на эти средства в следующем году в республике планируется построить более десятка спортивных комплексов. А вот для главы Минспорта сейчас главная забота – успешное выступление команды Кабардино-Балкарии в соревнованиях. Тем более, что большинство атлетов, вошедших в нашу сборную, профессионально спортом не занимаются. И тем не менее, прогнозы у главного в республике по спорту весьма оптимистичные. Поднятие тяжести мы выиграли в прошлом году. Я думаю, что мы и в этом году попробуем выиграть. Перетягивание каната мы в прошлом году выиграли. Армспорт мы выиграли и выиграли бег на одной ноге. И в этих дисциплинах все наши ребята остались в строю. И думаю, что мы и там покажем хорошие результаты. Вход на «Спартак» в день открытия будет бесплатным, говорят организаторы. Но билеты все-таки потребуются. Пригласительные можно получить в кассах стадиона. Елена Кушхова, Моя Тоха, Вести, Кабардино-Балкария. Комиссия Азольского района принимает работы по реконструкции участка дороги Псенодаха «Джинал-Каменомосская». В капитальном ремонте отрезок трассы регионального значения нуждался давно, но начали его только в июле текущего года. Акт приема пока не подписан, а удобство местные жители уже оценили. Во время на перестройки дорогу засыпали гравием, да так и оставили. С тех пор не только ездить, но и ходить по ней было практически невозможно. За помощью власти муниципалитета не раз обращались. Только в этом году вне плана Госкомитет по дорожному хозяйству выделил более 14,5 миллионов рублей. Объездная дорога соединяет сразу пять сел Зольского района. Реконструированный участок – десятая часть всей трассы. Помимо капремонта обустроены и подъездные пути и гарантию на сохранность асфальтового покрытия. Подрядчик обещает сроком на четыре года. «Не хлебом единым» – фраза, наиболее точно характеризующая героя нашего следующего сюжета. Житель Тернауза Даниал Хаджиев по специальности экономист. Но перспективой считать чужие деньги в каком-нибудь банке его не прельстило. Даниалу куда приятнее тратить свои на любимую коллекцию. Первую картину он приобрел еще в юности. Сегодня его фонд насчитывает более тысячи экземпляров. О финансисте с душой искусствоведа расскажет Фатима Магомедова. В его импровизированной галерее часто звучит музыка. Шопен, Бетховен, Рахманинов, яркая жизнь скромного коллекционера из Тернауза трудно представить в зале, где к нашему приезду отключили свет, а на полу сложены десятки необрамленных работ. С молоду Даниал Хаджиев собирает картины преимущественно малоизвестных художников. Произведений так много, что складывать их уже некуда. Это не для продажи сделанные картины, это творческие, исключительно творческие работы. Студентом Даниал Хаджиев работал в Эрмитаже. Взяли электриком, полученном тогда в Санкт-Петербурге. Специально сегодня называют недоразумением. Как мод и транжир, осмеется он, может быть, финансистом. Но страсть к живописи осталась. Он продолжает скупать новые работы и наслаждаться искусством. Почерк которого пока не успел примелькаться. Копия Айвазовского. Еще одна удача коллекционера. Настолько точна, говорит Хаджиев, что впору назвать ее преступлением. Мне досталась эта работа. Я ее выкупил у одних мальчишек. Так она сделана. Строго пропорционально оригинал. И сантиметров на 10-12 меньше. Только малая часть коллекции украшает стены. Остальные Хаджиев складирует в коридоре. И даже работать устроился здесь же, корреспондентом. Редакция газеты «Эльбрусские новости» предоставила помещение для его получения. А недавно пережил потрясение. Говорит, далеко не первое в своей жизни. Полгода назад здесь случился потоп. Горячей водой были залиты десятки работ. Сегодня Даниил Хаджиев обращается с просьбой к руководству республики выделить ему выставочный зал с условиями хранения, экспонирования, произведений художников советского периода и настоящего времени. В результате потопа повело подрамники. Многие холсты перетянули заново. На реставрацию ушли немалые деньги. Справляется с проблемами Хаджиев самостоятельно. Картин в коллекции говорит больше тысячи. С закрытыми глазами укажет, где какая работа стоит. Помнит детали каждого произведения. Время и день приобретения. Вот моя любимая работа. А Кипов, Мухаммед, чистейшая гармония. Он любит Шагала, Кандинского и Малевича. Слабость испытывает к абстракционизму, в чем видит скрытые смыслы. Неравнодушен к сюрреализму и продолжает сторожить полотна еще неизвестных миру художников, практически переехав в редакцию «Жить». Хатим Магомедов, Аслам Мурзахандохов, Вести, Кабардино-Балкария. И о спорте. Только что завершился матч 1-16 розыгрыша Кубка России по форуму. В котором нальчикский «Спартак» встречался с Териком из Грозного. Напомним, соперник «Краснобелых», который уже завоевывал этот трофей в 2004 году, в нынешнем сезоне является лидером Премьер-лиги. Победные амбиции «Грозненцы» подтвердили и в этом матче. Уже на четвертой минуте счет отбил Марцин Комаровский. А затем в середине и в конце первого тайма в ворота «Спартака» залетели еще два безответных мяча. Отличились Индуасель Эзекель и Резван Уцеев. Первый тайм закончился с разгромным для нольчан счетом, но в начале второй 45-минутки вышедший на поле Давид Сирадзе открытал один мяч. До конца матча счет так и не изменился. Это все, чем запомнился день корреспондентам нашей программы. Еще раз посмотреть выпуск можно на нашем сайте вестикбр.ру. Сразу после нас погода на среду от Эльмиры Беевой. А мы с вами прощаемся. До завтра. Европейские технологии в коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Глазная клиника Ленар. В магазине «Уфис и дом» итальянские спальни от 98 тысяч рублей. Спальня в московских фабрик от 29 тысяч 990 рублей. Огромный выбор матрасов. Спешите. Город Нальчик, улица Кирова, 294. Здравствуйте. Под данным информационного агентства Метеоновости в предстоящие сутки на территории Республики без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. В Зольском районе воздух прогреется до 25 градусов. А в горах ясная погода. У подножель бруса плюс 16. В Тернаузе тоже без осадков. 20 градусов тепла. В Аксане, Чегеме и Нардкале солнечная температура в пределах 27-29 градусов. Ясная в Прохладненском и Майском районах плюс 28. В Терском и Лискинском такая же теплая и комфортная погода. Плюс 27-28. Без дождей в Черекском районе около 26 тепла. В Нальчике ясная плюс 24. На этом у меня все. Хорошего настроения в любую погоду. Кровля-центр. Все виды жестяных работ. Монтаж кровли, сайдинг, аксессуары, системы вентиляции. Кровля-центр. Центральней не бывает. Кровля-центр. Центральней не бывает.